Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. После того, как Лилия Четрару помирилась с Сергеем Захарьяшем, она выдвинула для него ряд условий. Захарьяш пообещал не поднимать руку на Лилию, не изменять, не оскорблять и не предъявлять претензии по поводу ведения домашнего хозяйства. Лилия рассказала журналистам давнюю историю о прерванной беременности. Это было до проекта, врач настоял на аборте. Девушка обратилась к другому врачу, где выяснилось, что ребенок абсолютно здоров, но было уже поздно. Многие считают, что Четрару забралась, и ее история звучит как бред душевно больной. На недавнем голосовании, кроме Маши Кахно, проект покинула еще Анастасия и Александрова. И появились двое новеньких участников. Это Марго Овсянникова, преподаватель английского языка. Занимается тайским боксом, хорошо танцует и поет. Она пришла к Роману Гриценко. Марго сразу высмеяла Алису Триандефелиде, и похоже, что этим отпугнула Романа. Александру Губернацкому 28 лет. Он мастер спорта по боевому самбо, пришел к Марине Африкантовой. Он считает, что она больше подходит ему по возрасту. Он любит спокойных, уравновешенных девушек. Кроме Марины, Александру нравится Татьяна Мусульбес. А Таня на острове переживает из-за того сюрприза, который ей преподнес на день рождения Никита Шалюков. У него было волшебство с Сашей Шева. Денис Ковалев тоже плакал, узнав об измене своей девушки. Он ей поверил и думал, что сможет ее изменить. Ольга Рапунцель переживает, потому что ее гнобят в коллективе. Ей приходится много времени проводить в комнате, чтобы не слышать нападок ребят. Ее не понимают и обвиняют в том, что она развалила свой брак из-за проекта. Ольга решила очистить свою комнату от негатива. Она подозревает, что в комнате обитает какая-то сущность, которая сдвигает тумбочки с места и разбрасывает гайки. Она прошлась со свечой по комнате. Майя Донцова простила Лешу Купина. Напомним, что скандал в паре разыгрался из-за Алиана Устиненко. Купин доказал Майе, что любит только ее, и сейчас в их паре идиллия. Маша Кахно уже не расстраивается из-за ухода с проекта. За периметром счастья есть, пишет она, да еще какое. Спасибо Дому 2 и ведущим за все. Она приглашает всех на свои концерты. Несмотря на жаркие анонсы, к показу на ТНТ запретили целый выпуск Дома 2. Это та самая передача, на которой обсуждали противостояние Макса Фадеева и бывших участников проекта. Это был бы очень интересный эфир, на котором продюсеру досталось по полной программе. Но, как удалось выяснить, взбешенный Фадеев подключил все свои связи и смог договориться с руководством ТНТ, чтобы эфир отменили. В сети появилось фото Кати Жужи до пластики. Зрители сошлись во мнении, что это тот самый редкий случай, когда пластические операции делают девушку красивее. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.